История моста через реку Чумыш в Заринске, вероятно, выходит на финишную прямую. Напомним, масштабная реконструкция началась еще в 2020-м. Но сроки по вине подрядчика новосибирской компании «Союз Дорстрой» несколько раз сдвигались. Из-за этого было принято решение расторгнуть договор. Новый с барнаульским ДСУ-4 заключили осенью 2021 года. Специалистам пришлось принять объект с недостроенными опорами. Мы в октябре отыграли этот контракт и уже продолжили, залили опоры, залили ростверки. И вот сейчас на данный момент смонтировали балки пролетных строений. Сейчас занимаемся заливкой продольных швов. Все работы в срок, и финансовый график, и временной все соблюдается. Причина этому, говорит Николай, – свои временные поставки стройматериалов и опыт рабочих. Компания на рынке уже более 10 лет, а ее последний масштабный проект – успешный ремонт старого моста в Барнауле. Также успокоить местных жителей спешат и заринские власти. Паводковые воды которых опасались в прошлом году, и в этом пройдут незаметно для стройки и соседних домов. Данная технологическая площадка запроектирована с учетом прохождения ледоходов. Но мы все равно разрабатывали план мероприятий на данный период. Это дополнительная техника, дополнительное укрепление технологической площадки, скажем так, производили. Помимо этого, с берегов реки уберут строительные материалы, а на объекте организуют дежурство. Рабочим уже доводилось во время осеннего ледостава спасать из воды местных подростков. После окончания паводка технологическую площадку демонтируют. Начнется новый этап работ. А следить за их ходом можно в социальных сетях. Например, в Инстаграме ДСУ4. Комментарии, к слову, открыты. Перед приездом сюда я посмотрел интернет на предмет того, что пишут по поводу строительства этого моста сейчас. И убедился, что на данный момент каких-то замечаний, либо комментариев отрицательного характера нет. Поэтому все сейчас идет в штатном режиме. Надеюсь, что так и будет далее. А вот в ДСУ4 в этом уверены. За два месяца пребывания на объекте подрядчик выполнил треть работ. И снижать темпы, говорят строители, они не планируют. Также сейчас подготавливается документация для обустройства перекрестков по обеим сторонам переправы. А значит, шансы, что мост наконец-то откроют в сроке, то есть уже в августе, велики как никогда. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.